Я думаю, что многие хотят шить что-то очень быстро, за один вечер, за полчаса, за час и так далее, в зависимости от своих возможностей. И это как раз платье-худи, которое сейчас вы видите на манекене. Шито оно по самой простой выкройке, которая у нас есть на канале. Ссылочку вам оставим в описании. Пожалуйста, постройте ее на себя. Вы увидите, насколько легко и просто она строится, и насколько просто потом с этой выкройкой работать и шить. Сегодня я вам покажу, мы прямо на ткань будем прикладывать эту выкройку и как быстро с ней раскроить. При этом сделала я здесь и выточку полноценную, и баланс мы соблюли. Сделали цельнокроенный рукавчик, немножечко удлиненный. Длину рукава это каждый будет регулировать. Давайте рассмотрим чуть-чуть поближе. Вот у нас выточка нагрудная. Трикотаж мы использовали. Я сделала цельнокроенный рукав и планочку нашила. Но нашила таким образом, что она у меня удлиняется в районе плечевой линии, а в линии проймы я схожу на нет. Боковые срезы идут в разутюжку. Вот начиная от самого верха я все разутюжила в разутюжку и переходят в разрезы. Почему так быстро шьется? Потому что цельным вот так вот я все обработала в круговую, оверлаком. Потом просто шила, выполнила разрезы, с уголочками их сделала, чтобы они аккуратненькие были, если раскрываются. И дополнили сюда капюшон. По спинке небольшой капюшончик сделала. По спинке просто шов. Замечательный трикотаж. Нежный голубой оттенок. Обратите внимание на принт. Называется он «Модница». Это кулирка у нас из интернет-магазина Тори Ткани. Вот действительно модница. Ссылочку оставим в описании. Смотрите, здесь у нас и парфюм, здесь у нас и очки. Здесь у нас и замечательные красивые босонушки на шпилечке. В общем, подводя итог, замечательный принт, замечательный трикотаж. Я вам его смело рекомендую. Повторюсь, он у нас из магазина Тори Ткани. И те, кто не заказывал в магазине, будут заказывать впервые. Увидите, там большой выбор, прекрасный ассортимент. Не забывайте, что для зрителей нашего канала, для тех, кто заказывает впервые, существует скидка по промокоду Ткани Женщина. Поэтому проговаривайте и получайте скидку. Рассмотрите, платье на мне, еще раз повторюсь, это самая простая выкройка. По трикотажу хочу добавить, что на мне контрастное белье. И он из-за того, что он очень тонкий, я думала, будет светиться. Нет, он не светится, ничего не видно. А по крою, работая дальше с этой простой, самой простой выкройки, вы можете сделать огромное количество изделий. Поэтому, еще раз повторюсь, рекомендую вам ее все-таки построить. По свободе облегания. Я показываю, что можно сделать свободу более широкой, более свободной. А потом, естественно, на примерке отрегулировать ту свободу, в которой вам комфортно и которую вы хотите под этот фасон. Ну, если взять капюшон, который я пришила, он у меня будет такой, чисто, ну, нести, даже не нести функциональность. Я его носить и одевать не буду. Но это так, он декоративная часть платья. Я использую самую простую выкройку, поэтому никакого моделирования мы с вами делать не будем. Я ее сразу раскладываю на трикотаж и здесь уже буду вносить те изменения, которые мне нужны конкретно под модель. Итак, смотрите, вот здесь вот у нас ткань, во-первых, трикотаж не имеет направления рисунка, поэтому мы выкладываем выкройку в любую сторону, в которую нам это удобно и приемлемо. Ширина трикотажа у меня здесь получается, так, еще раз, ну, полтора метра. Ширина трикотажа полтора метра, 75 сантиметров сложенная вдвое, я думала, что он шире. И теперь количество всего у меня полтора на полтора, скажем так. И я хочу еще сделать здесь и капюшон. Итак, смотрите, длина изделия, которую я буду делать, я сейчас вот так вот чуть-чуть подтягиваю, чтобы вы видели край. Вот у меня уже трикотаж закончился, я разложила, все разровняла. И теперь смотрю, какая мне нужна длина. Ну, вот моя выкройка, вот прозрачная, да, ее часть, но я ее обвела маркером, поэтому я думаю, что вам видно. И я сейчас беру и измеряю. Мне нужна длина, вот, чтобы в готовом, даже не в готовом виде, а я всего беру длину, ну, метр, наверное, метр 3 сантиметра, да, чтобы у меня в готовом виде была длина где-то 1 метр, поэтому опускаюсь. Вот так вот. Метр у меня вполне, ну, как бы для моего роста это нормально, для кого-то мало, поэтому вы откладываете свою длину. Прикладываю, фиксирую. По спинке у меня будет шов. Фиксирую. И следующее, что я делаю, это провожу линии. Сразу провожу линию по линии низа. Выкладываем, смотрим, чтобы у нас было с вами, ну, все ровненько, потому что верхний и нижний слой по линии низа, по краю, могут как-то отличаться. Также я с припуском на шов провожу середина спинки. Здесь делаю припуск. Сразу обвожу. Припуск я делаю буквально 8 миллиметров для того, чтобы сточать на оверлоке. Так, вот я сделала. По линии горловины я припуска не делаю. Я потом ее буду немножечко расширять еще. Пока вот как есть, так и вырезаю. Теперь по линии плечевой. Сразу, это у меня трикотаж, он мягкий, он абсолютно будет удобный. Поэтому я сейчас делаю следующее. Делаю припуск 1 сантиметр и продлеваю вот так вот плечевую линию дальше. Вот, наведу пожирнее, чтобы было вам видно. Вот эта линия, да? Теперь смотрю по самому платью. Делаю я сейчас его свободнее. Например, если мне нужно, я могу сделать его немножечко уже. Поэтому я его буду расширять где-то, ну, сантиметра вот так вот на 3. Это я пока-то сейчас думаю. Я измеряю, сколько у меня получается. По линии низа также отмечаю. И по линии низа я буду делать... А еще у меня здесь идет разрез. Разрез. Поэтому помимо линии, которую я рисую спрямленную, я еще буду добавлять на разрез здесь сантиметра, ну, где-то 2. Ну, то есть я имею в виду, что здесь у меня будет немножечко припуск больше. И поднимаясь с учетом припуска, сам разрез я буду делать сантиметров 25. Вот так прорисовала. И теперь вот сюда пошла у меня линия. Вот, смотрите. Я думаю, что вам видно, да, что вот я на разрез добавила. Сейчас мне более сильнее наведу. Чтобы было видно. Примерка покажет, что мы дальше будем делать. И вот так. И сейчас у меня, смотрите, почти прямая линия. Вот здесь получается. Видите? Вот так вот. Почти прямая линия. Ну, чуть-чуть я могу сделать... Смотрите, каким образом я сейчас сделаю. Я здесь все-таки, наверное, сделаю сантиметра 2. Сейчас вот под прямым углом практически, да, я провожу вот так вот линию плечевую. Вот так. И здесь у меня по линии груди я буду расширять чуть-чуть меньше. Вот у меня пошла. А дальше к линии бедра она у меня пойдет. Ну, вот такая вот линия. Вот так я сделаю. Вот. Вот так вот я сойдусь. И здесь сразу же у меня будет подгиб. Очень легко, очень просто. Кто-то выполняет подгиб, кто-то пришивает сюда планочку. Как угодно. Можно и сразу делать подгиб. И делать в разрушку. Следующее, что я делаю, это определяю ширину рукава. Ну, вот она у меня будет. Здесь сантиметра, наверное, 23. Вот здесь у меня будет рукавчик. Ну, мы можем вот так вот все-таки оставить и уже практически вырезать. Прикладываю полочку. Значит, по полочке. То же самое у меня будет. Та же длина. Я имею в виду разреза. Делаю, опять-таки, ровную линию. Ровняю низ. Вот у меня линия талии. Здесь линия талии у меня должна выйти в одну линию. Поэтому я сейчас смотрю, фиксирую, чтобы у меня было одинаково. Сейчас зафиксирую тоже полочку и показываю, что делаю дальше. Так, по линии низа повторяю все то же самое. Смотрите, а вот у меня идет... Здесь я добавила сантиметра 2-3, да, я сказала. Здесь я тоже добавляю вот так вот сантиметра 3. Веду линию. Ну, у меня практически, смотрите, практически все будет одинаково. Ну, я имею в виду, вот здесь практически я сойдусь. И вот я обозначаю, выхожу за пределы. Здесь у меня сколько я вышла? Наверное, сантиметра на 2,5. И здесь тоже я выхожу. Ну, пускай они будут вот так. Прямо сейчас я буду разрезать, а потом будет видно. И то же самое делаю, такой же угол. Измеряю относительно низа 26-26. И вот пошла у меня линия. Нагрудная выточка. Я ее также буду делать. Здесь я ее повторяю. Вот как она у меня идет, да. Вот моя нагрудная выточка. И нам нужно вывести с вами вот такую же линию плеча, чтобы она была такой же. Поэтому, смотрите, я сейчас беру точно так же, продолжаю. Делаю припуск 1 сантиметр. Вывожу эту линию. Измеряю длина плеча. У меня здесь 25,5. Здесь точно так же пока ничего не меняю. По горловине. 25,5. Вот это у меня линия. И теперь смотрю, какая величина у меня идет рукавчика. Ну, здесь у меня будет 20 сантиметров. Это абсолютно нормально. Меня это абсолютно устраивает. Единственное, что я сейчас буду изменять боковую линию. Вот смотрите, выточка. Видите, как она у меня здесь проходит. И я сейчас сделаю следующее. Вот эту вот величину, которая есть, убираю в выкройку. Пока. Убираю. И выточка. Вот она у меня здесь, допустим, 5 сантиметров. И я ее вот так вот прям закрываю. Потому что я ее буду сплачивать. Здесь тоже я убираю, не мешаю. Вот так вот. И дальше продолжаю линию. Смотрите, вот она у меня идет. Рукавчик, да. И вот я ее, эту линию, вот так вот и сделала. И теперь таким образом я должна ее и вырезать. А потом уже я прорисовываю выточку. И она у меня, ну, будет расположена четко под линией проймы. Да. Вот она, видите. Она у меня меняется. Если вам непонятно было с выточкой, да. И вот здесь вот совсем, вот то, что мы с вами рассматривали. Смотрите, мы можем сделать следующее. Вырезаю сейчас спинку и показываю. Пока вырезаю спинку, потом линию горловины я могу расширить, я могу углубить. Есть возможность у меня чуть-чуть сделать рукав длиннее. И здесь. Я вот сейчас вот эту вот величину делю пополам, да. Вот эту вот разницу. Поэтому чуть-чуть вот так вот я вывожу. Здесь делаю надсечку, рассекаю. Сейчас я вам покажу, как это сделать вообще очень быстро и просто. Чтобы вы не мучились, а потом боковой шов у вас получился тоже хороший. По середине спиночки с припуском на шов вырезаю. И сразу же фиксирую середину спинки булавками. И показываю, что дальше. Так, смотрите, вот у меня место расположения выточки. Надеюсь, вам видно. Вот оно, да. Вот у меня плечевой срез наведен. Середина булочки со сгибом. Я беру, прикладываю к линии низа. Вот у меня идет линия низа и вот припуск, который я делала на разрез. Я ровняю линию низа, припуск на разрез. Но выкладываю выкройку таким образом, чтобы 8 мм выходили за линию сгиба. Вот сюда. Потому что это у нас будет шов. Середина спинки у нас находится на 8 мм разница. Вот так. Платье трикотажное и имеет растяжимость, но небольшую. Да, потому что каждый трикотаж, он тянется по-своему. Сейчас я выровняю, потому что это займет какое-то время. И показываю вам дальше. Накладывать выкройку-то я накладываю, но нам нужно с вами учесть, что должна быть закрыта выточка. Поэтому сами срезы выточки, ну сама выточка, да, ее можем потом и вырезать и все. Но мы берем с вами вот раствор выточки, вот какой он есть. Это одну линию. Я складываю вот так с другой. И прям вот эти 5 см у меня уходят как баланс. Видите, вот эти вот. Вот 5 см. У кого-то 6 см. Ну самая простая выкройка, она для трикотажа. Поэтому сделайте вот так складку. Для того, чтобы мы вырезали с вами шов. А после этого накладываем поверх выкройку. Да, вот спинку, ту, которая есть. И будем с вами вырезать. Я надеюсь, вам края вот эти вот все видны. Я смотрите, сейчас что делаю. Я пока повторяю линию горловины, повторяю плечевой шов, повторяю боковую линию. А там у нас с вами складка. Потом мы выточку уже обозначим и сделаем. Это я для того, чтобы вы не путались с боковой линией. Таким образом, линия низа у нас с вами получается одинаково. Баланс, он уже в складке. И когда мы сшиваем, это сразу здесь у меня и ответ на часто задаваемый вопрос. Так, а у нас же больше, длиннее там получается полочка. Да, она получается естественно больше. Она получается естественно длиннее, потому что у нас есть баланс. И теперь я вырезаю вот так. Сейчас подвину ближе к себе. Потом, единственное, что я меняю, это линию горловины. Строим с вами капюшон. Выточка находится на своем месте. А здесь у меня боковые швы абсолютно-абсолютно одинаковые. Так, следующее, что я делаю. Так, сейчас я вот это уберу, чтобы мне было удобно работать. К себе. Вот я к себе взяла полочку. Увеличиваю наклон плеча. Ну, я сразу беру, смотрите. И здесь пару сантиметров срезаю. Выточку можно вырезать. Расширяю линию горловины сантиметра на 2-2,5. Прикладываю. Смотрю на плечевые линии, они должны быть одинаковые. Если не одинаковые, мы с вами ровняем. Здесь также расширяю. Ну, не углубляю. По спинке расширили, но не углубили. На полочке сейчас я буду углублять. Потом строим капюшон уже по имеющейся линии горловины. У каждого она будет своя. И дальше Ну, работаем, шьем. Вот так. Ну, здесь я чуть-чуть меньше возьму. Чтобы было лучшее прилегание. Потом лучше срежу вот здесь. Я всегда люблю на 5 миллиметров ширину горловины на полочке сделать меньше. То есть вот здесь уже. Все. Теперь строим капюшон. Обозначаем выточку и сшиваем. Продолжение следует...